МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Земли Новороссии, раскинувшиеся сегодня от Харькова до Одессы, всегда были связаны крепкими узами с Южной Россией, в частности, с землями Донского и Кубанского войска. Их объединяла общая история, общая вера и общие герои, среди которых всегда выделялись казаки. И сегодня многие из них встали на защиту Новороссии. История о человеке, которым каратели своих детей пугают. Александр Иванович Можаев по прозвищу Бабай родился в 1977 году в городе Белореченске Краснодарского края, который вырос на месте одноименной казачьей станицы. В 18 лет, как и многие другие парни, призвался в армию. Служил в Санкт-Петербурге. Через два года демобилизовался в звании старшего сержанта. Но с делом защиты Родины и охраны порядка решил не расставаться. Вернувшись домой, старший сержант запаса Можаев вступил в волчью сотню казачьего войска в Белореченске. На жизнь себе Александр зарабатывал мирным будничным трудом. Был руководителем погрузочных работ на складе. Но когда на Украине нацисты устроили военный переворот и стали готовить резню в русскоязычных юго-восточных регионах, Можаев, ставший к этому времени казачьим вахмистром, принял для себя единственно верное решение. Сначала он поехал на защиту Крыма. В Симферополе охранял телевышку от провокаторов и патрулировал улицы. Помогал ополчению блокировать военные части на полуострове. «Ночевали в знаменитом храме, первый век нашей эры. Там нас благословил на поход отец Марк. Две недели мы там ели постную пищу, молились за русский и украинский народ, готовились к походу. Руководит нами атаман. Кто он и его имя, принципиально не скажу». Когда на полуострове установился мир и порядок, Александр отправился на Донбасс, где Киев уже готовил бойню среди русскоязычного населения. Записавшись в отряд самообороны, вахмистр Можаев выбрал себе позывной, который скоро сделает его знаменитым на весь мир. «Бабай». Самому как-то в голову неожиданно пришло. Однополчане подметили, что на такого сказочного героя я немного похож. Добрый, но когда придет опасность, становлюсь злым. Сам того не желая, своей длинной бородой Бабай Можаев устроил целый международный переполох. Кто-то из сфотографировавших его украинских журналистов посчитал Александра похожим на другого бородатого воина, принимавшего участие в событиях в Южной Осетии в 2008 году и носившего шеврон ГРУ с летучей мышью. Перепуганные украинские СМИ поспешили объявить Бабая сотрудником главного разведывательного управления Генштаба России. Причем в звании не ниже полковника. Госдепартамент США посчитал эти слухи и фотографии достаточно веским доказательством присутствия на юго-востоке Украины российского спецназа и на их основании заговорил даже о санкциях третьего уровня. Но точку в скандале неожиданно поставил репортер издания «Тайм» Саймон Шустер. Он лично разыскал Бабая в Славянске и взял у него интервью, убедившись в том, что в Осетии его не было и что к спецназу он никакого отношения не имеет. Тем не менее, вашингтонские сказочники были правы в одном – Бабай может действительно совершать чудеса. В составе небольшой группы ополченцев он участвовал в освобождении здания СБУ в Краматорске и с товарищами остановил украинский спецназ на передовых блокпостах под Славянском. В первые дни противостояния маленькая группка ополченцев, не имея никакого тяжелого вооружения, с одними лишь автоматами, успешно удерживала два города и целый район от наступления в десятки раз превосходящих их сил украинской нацгвардии и армии. Мифы о Бабае стали разрастаться. И говорят, что это он сбил под Краматорском из гранатомета вертолет. Бабай стал настоящим символом русского сопротивления, породившим серию фантастических историй, интернет-мемов и картинок. Александр так раздражал украинские власти, что они даже стали запускать слухи о его смерти. Александр Можаев – человек вежливый и тихий, но с твердым моральным стержнем и собственной жизненной философией. О, это вопрос риторический, я вам скажу. Далеко ли? Нет, один шаг. А там, как ты его будешь шагать, зависит уже от того, насколько ты злой человек. Насколько ты готов забрать жизни людей, которые вообще невиновны. Которые, как заблудшие овцы, идут неведомо куда. Я так думаю, некоторые за деньги, а некоторые все-таки из-за страха, а некоторые просто по незнанию. Мне их очень жаль. И поэтому еще пока не знаю. Ну, можем прям завтра это все сделать. Нам нужно, нужно. Вот я ему жизнь не давал, понимаешь, чтобы ее забрать. Я жду, когда на меня кто-нибудь нацелится, понимаешь? Не дай бог, конечно. Ну, шанс я им даю. Не я один. Все дают им один шанс. Пусть они его и не жадные тогда. Я тебе не дам, он его иду. Ну, давай еще денек здесь постоим, еще за один день денег получим, пойдем домой. А может случиться денька-то и не достоять. Вот так вот. Хотелось бы, чтобы они это все услышали. Отдумались и поняли, и поехали домой побыстрее. Дома в Белореченске его ждут жена с девятилетней дочерью и родившийся уже в его отсутствии маленький сын. Будучи практически легендой, сам мифический Бабай в чудеса не верит. Но у него есть мечта. Освободить братскую Новороссию от нацистов и вернуться домой. Потому что нам нужно Киевская Русь. А вам деньги. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!